СТРАНА СКОРБИТ Тем не менее, его наследие будет продолжать находить отклик в сердцах будущих поколений. Путь Бориса Быстрова начался в Москве, городе с богатой историей и культурой. Родившийся в 1045 году юный Борис вошел в мир, который только восстанавливался после войны. Это было время больших перемен и надежд. Его детство прошло под знаком стойкости, духа, который пропитал все его творчество. В те годы дети учились быть сильными и находчивыми, несмотря на трудности. Уже в детстве Быстров проявлял естественную склонность к лицедейству. Он часто участвовал в школьных постановках, где его талант был заметен всем. Эта страсть привела его в прославленную школу-студию МХАТ, где он смог развивать свои навыки под руководством лучших педагогов. Там он оттачивал свое мастерство, изучая голос, движение и развитие персонажей. Учеба в МХАТе была интенсивной и требовала полной самоотдачи. Так были посеяны семена замечательной карьеры. Борис Быстров стал одним из самых уважаемых актеров своего времени. И его путь начался именно здесь, в Москве. Окончив учебу в 1966 году, Быстров отправился в театральное путешествие. Это было время, когда его страсть к искусству и стремление к совершенству начали проявляться в полной мере. Он не просто изучал роли, он жил ими, вкладывая душу в каждое движение и каждую реплику. Он украсил своим талантом сцены таких прославленных театров, как Московский драматический театр. Здесь он нашел свою вторую семью, окруженной талантливыми коллегами и вдохновляющими наставниками. Каждый спектакль был для него новым вызовом и возможностью показать свои способности. Его присутствие на сцене было магнетическим, приковывающим всеобщее внимание. Зрители не могли оторвать глаз от его игры, чувствуя каждую эмоцию, которую он передавал. Его талант был настолько велик, что он мог заставить зал смеяться и плакать в один и тот же вечер. Одним из первых его триумфов стала роль Аладдина в спектакле «Волшебная лампа Аладдин». Эта роль стала для него настоящим прорывом, открыв двери к новым возможностям и признанию. Он воплотил образ Аладдина с такой искренностью и энергией, что зрители верили в каждое его слово. Этот успех закрепил за ним репутацию восходящей звезды. Его имя стало известно не только в театральных кругах, но и среди широкой публики. Люди приходили на спектакли специально, чтобы увидеть его игру, и каждый раз он оправдывал их ожидания. Репертуар «Быстрого» охватывал разные жанры от Гоголя до Чехова. Он был мастером перевоплощения, способным играть как комедийные, так и драматические роли. Его талант позволял ему легко переходить от одного жанра к другому, всегда оставаясь убедительным и искренним. Его преданность искусству снискала ему уважение коллег и зрителей. Он был не только талантливым актером, но и человеком, который всегда поддерживал своих коллег и вдохновлял их на новые достижения. Его вклад в театр был неоценим, и его имя навсегда останется в истории театрального искусства. Вскоре «Быстрого» поманил к себе мир кино. Он дебютировал в кино в 1966 году в фильме «Удар. Еще удар». Одной из самых запоминающихся стала его роль в фильме «Приключения желтого чемоданчика». Теплота и комедийный талант «Быстрого» покорили юных зрителей. Голос поколения – наследие дубляжа «Быстрого». Работа «Быстрого» в дубляже закрепила за ним статус легенды. Начиная с 1970-х годов, он подарил свой голос бесчисленному количеству зарубежных фильмов и сериалов. Его голос стал синонимом культовых персонажей. От Джина Хэкмана до Марлона Бранда «Быстров» улавливал саму их суть. Он подходил к каждому проекту с невероятной тщательностью, обогащая оригинальную игру актеров. Вдохнуть жизнь в легенды культовые персонажи, ожившие на экране. Карьера «Быстрого» в дубляже отмечена множеством разнообразных персонажей. Его голос стал неотъемлемой частью любимых героев кино и телевидения. Одной из знаковых ролей стал Гомер Симпсон в мультсериале «Симпсоны». Он также озвучил Бендера в «Футураме» и «Императора Палпатина» в «Звездных войнах». Его диапазон был удивительным. Он с легкостью переходил от комедийных к драматическим ролям. Гомер Симпсон и не только многогранность таланта Быстрого. Исполнение роли Гомера принесло Быстрову широкое признание. Он мастерски озвучивал персонажей из разных жанров. Он привнес внушительность в образ Альфреда Пенни Уорта в «Бэтмене». Универсальность Быстрого продемонстрировала его мастерство как актера озвучивания. Наследие, выкованное в смехе комедийный гений Быстрого. Быстрого выделяло чувство юмора и комедийный талант. Его исполнение роли Гомера Симпсона – яркий тому пример. Гомер в исполнении Быстрого был обаятельным и близким каждому зрителю. Его комедийный талант выходил за рамки анимации. Он привнес шарм и остроумие в игровые комедии. Его способность находить юмор в любой ситуации делала его всеобщим любимцем. Заглянуть за кулисы – личная жизнь Быстрого. Быстров предпочитал не афишировать свою личную жизнь. Он считал, что его работа должна говорить сама за себя. Те, кто его знал, описывали его как доброго и щедрого человека. Он был предан своей семье, находя радость в общении с близкими. Несмотря на славу, Быстров оставался простым и скромным человеком. Он ценил поддержку своих поклонников, почет и уважение награды и признания. За свою карьеру Быстров был удостоен множества наград. В 2001 году ему было присвоено звание Народного артиста России. Эта награда стала признанием его значительного вклада в отечественную культуру. Но главной наградой для Быстрого была любовь его поклонников. Его творчество принесло радость миллионам, оставив неизгладимый след в сердцах людей. Голос, навсегда запечатленный во времени, вечное наследие Быстрого. Его уникальный тембр и манера исполнения стали символом целой эпохи в российском искусстве. Уход Быстрого знаменует собой конец целой эпохи. Его карьера охватывала десятилетия. И за это время он стал голосом, который узнавали и любили миллионы. Его голос, сплетенный с бесчисленными воспоминаниями, теперь умолк. Но его работы продолжают жить, напоминая нам о его таланте и вкладе в культуру. Однако его наследие не подвластно времени. Память о нем будет жить в сердцах тех, кто вырос, слушая его голос. Его творчество будет продолжать находить отклик в сердцах будущих поколений. Молодые люди и дети будут открывать для себя его работы, вдохновляясь его мастерством. Его голос будет вызывать смех и пробуждать воображение. Он останется частью детства многих поколений, даря радость и вдохновение. Наследие Быстрого – это наследие неприходящего искусства. Его вклад в озвучивание и актерское мастерство невозможно переоценить. Его дух, юмор и человечность будут продолжать звучать в российском искусстве. Он оставил неизгладимый след, который будет вдохновен.